Дмитрий Федорович Устин В заседании найти материалы музея Муховского. К сожалению, каких-то письменных документов в силу войны, блокады в музее не осталось. Но можно сказать так, что все то, что вложил военверг Дмитрий Федорович, развернулось на Муховском заводе. Его короткое период руководства привел к тому, что на Аладскане Дмитрия Федоровича появился орден Ленина и на знамени Абуховского завода, завода Большевик. Также появился первый орден из шести, который сейчас носит завод. В этом году, отмечая 155 лет, генеральный директор Абуховского завода Подвязников предложил организовать конкурс студенческих работ. Конкурс для того, чтобы посмотреть, насколько подготовка сегодняшних специалистов отвечает требованиям завода или современным требованиям промышленности. Мы обратились к двум вузам Санкт-Петербурга. Обратились к Политехническому университету имени Петра Великого и Военно-Механическому институту, Балтийскому государственному университету Вейнмеха. Большое спасибо ректорату, большое спасибо первому проректору института за помощь, потому что без помощи Вейнмеха конкурс не состоялся. Сегодня у нас подведены итоги. В комплексе участвовало 42 работы, из которых 40 работ до выпускников Военно-Механического института. Мы подвели эти итоги и оказалось, что в 12 номинациях по 4 разделам львиная доля призовых мест заняли выпускники Вейнмеха. На следующей неделе мы планируем в торжественной обстановке музея Поповского завода вручить призы выигравшим этот конкурс студентам. Время меняется и кроме того, чтобы оценить работу студентов чисто благодарственными письмами, директор выделил достаточно значимый фонд и призовые места будут награждены и денежными премиями. Еще раз подчеркиваю, что этот конкурс показал, что качество подготовки в Вейнмехе не упало с годами. Актуальность студенческих работ, глубина подхода, проработка показывают, что Вейнмех по-прежнему готовит специалистов в стиле Дмитрия Федоровича Густинова. Они универсальны, глубоко продумывают все идеи и делают весьма актуальные проекты. Большое спасибо. Спасибо большое, Александр Ильич.